Моторадио представляет Друзья мои, давайте вы сами представитесь Вы представляете на данный момент некоммерческий проект, который звучит как форум Это некоммерческий проект, такая наша группа энтузиастов, которая занимается радиоуправляемым моделированием В частности, автомобили в 10 масштабе, в масштабе 1 к 10, и это электрические автомобили Давайте сразу покажем, куда-нибудь выкатить любой Вот тот, кто смотрит видео, друзья мои, рекомендуется посмотреть, совершенно удивительный Это у нас, это что? Это Nissan Patrol Очень похожий на Land Rover, нет? Нет, 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 это Nissan Patrol, сделанный полностью своими руками То есть это кузов ПВХ, прям вот покупался ПВХ-лист, из него вырезалось, все это склеивалось И вот он обработался, приобрел такую форму Имеет по своим характеристикам, скажем так, похож на настоящий автомобиль Который, да, в масштабе 1 к 1, скажем так И все, вставляется туда аккумулятор Вывозится там в поле, в любую локацию, которую интересно, например, покатать И поехали Он начинает двигаться, работают там фары, поворотники Все там, задний ход, тормоз А есть какая-то зависимость вашего статуса от того, что вы принесли из своего неприлично дорогого автомобиля Сейчас два автомобиля В то время как Владислав, к сожалению, у него и автомобиль ниже по высоте Только одну Кто из вас главный, друзья? Владислав? Мы все энтузиасты, нет у нас главных Боритесь, боритесь за себя У меня тоже два Я не сомневаюсь, да Давайте, ладно, поближе к делу тогда Вот эти вот модели, если они собраны вручную То каким образом для соревнований можно какие-то стандарты выдерживать? Есть какие-то, не знаю, правила, что машинка должна быть, например, там не мощнее, там, сколько-то ватт Не тяжелее, там, сколько-то килограмм или наоборот и прочее То есть какие-то ограничения, чтобы можно было соревноваться людям из разных городов, стран и так далее Ну вот по весу ограничений нет Есть по размеру колес Так По наличию деталей определенных, да То есть должен быть обязательно бампер Должны быть силовые пороги То есть либо они Ну а где у вас, я не вижу Вот эта вот часть То есть либо они, ну, жесткий кузов И они там есть, да Либо они дополнительно установлены Вот По аккумуляторам ограничения нет По весу нет Запрещено дополнительно загружать Например, то есть если взять какие-то, там, грузы шиномонтажные, вот, их нельзя расклеивать по модели За это будем ругать А что имеется в виду, что чем тяжелее, тем проходимее? Нет? Ну, это даже не тем тяжелее проходимее, это больше для развесовки То есть когда надо куда-то добавить, где-то убрать, чтобы не менять компоновку Центр тяжести Просто поймать правильный центр тяжести Кто-то хочет, например, сделать это грузами Вот так делать нельзя То есть можно сделать Поменять, допустим, там, я не знаю, мост вместо пластикового поставить металлический Поставить там потяжелее диски Сместить аккумулятор То есть аккумулятор сам он могу показать, наверное Да-да-да, конечно, мы сейчас прямо камеру на вас направим Как это примерно выглядит Куда я его положу? Я напомню, вы слушаете Моторадио, друзья мои И мы сегодня как раз наблюдаем в прямом эфире Так, это что такое? Это аппаратура Это, собственно говоря, да, то, чем модель управляется А, пульт, все правильно, так Пульт, он, скажем так А аккумулятор вот этот маленький, он идет в автомобиль, да? Вот, он может быть маленький, он может быть большой, там Плоский Ну, вот, какой угодно, в зависимости от того, какая задача То есть надо загрузить, можно аккумулятор больше Вы все время говорите, загрузить, не загрузить А что это значит? Это в каком ключе вы говорите? Загрузить часть автомобиля нужную То есть, ну, вот, допустим, надо больше веса спереди То есть, если мы хотим забираться в горку Так, вот теперь понимаю, да Надо, чтобы веса было больше в передней части автомобиля Чтобы меньше вероятность опрокидывания была, правильно? Да Так Вот, соответственно, весом аккумулятора с этим можно поиграться, с этими настройками С расположением, место расположения А вы вот далеко от микрофона говорите С места расположения аккумулятора также можно поиграться То есть, в передней, там, в задней части Например, вот здесь Из-за того, что на передней части автомобиля и так вот здесь вот, да Всего много располагается Здесь же там мотор, все, электрическое управление находится Перегружено Соответственно, здесь аккумулятор живет, вот, в задней части модели И плюс-минус это уравнивается И в каких-то там критических моментах, там, при прохождении, да, там, каких-то уклонов Располагается в задней части и достаточно низко, он помогает и держит модель А это у вас снизу там прямо реально кардан, что ли? Прям... Это прям выглядит... Обалдеть И передний привод, то есть полный привод, да? Это полный привод, да Полный привод, заблокированный дифференциал и имеет две передачи Друзья мои, все-таки давайте мы попробуем прояснить Вот это вот вся коллекция автомобилей и так далее Это у нас для соревнований Соревнуются модели разных людей, разных владельцев и так далее Собираются, как я понял, вот как мы с вами познакомились на Хостбайкфесте И там видно, что и много зрителей, и есть какие-то судья какой-то, по-моему, Владислав даже, возможно, судил там И в чем заключается, так сказать, победа? К чему стремиться? Не опрокинуться? Проехать на время? Я не знаю, сохранить больше аккумулятор энергии? Чего? По каким критериям определяется победитель? Ну, в идеале лучшее время То есть мы, у нас соревнования на время Так Но, как говорится, поспешишь людей, насмешишь То есть можно ехать быстро, но при этом неаккуратно Есть штрафные баллы То есть касание ограждения, там, киперные ленты Вот как трасса ограждена Касание – это минута штрафа И много народу смотрит, и фиг обманешь кого, да? Да То есть вылет с трассы – это плюс 15 минут Ну, куда-то перевернулся, на крышу упал Можно использовать лебедку Там, по нашему нынешнему регламенту Две лебедки бесплатно Остальное – по 5 минут штрафа Объясните, каким образом на такой машинке использовать лебедку? Это, значит, вот вы, ну, условно, пилот, да? Значит, подходите к опрокинутому автомобилю Вытягиваете из него этот крючочек, тросик Это правда все? Нажимается кнопка Ну, вот у кого как в аппаратуре настроено, да? В пульте, в частности Нажимается конкретно какая-то кнопка Сейчас вот Влада попробует подключить Жмем кнопку Лебедка, она жестко прикручена к раме модели Она электрическая, соответственно Нажимая кнопку, подаем питание У нас начинает моторчик крутить в сторону, ну, раскручивания лебедки Да, вытягиваешь, существует, ну, кто как, в общем, цепляет Кто-то крюком иногда умудряется Вообще существует якоря Как в настоящих трофе один к одному Нас, нашим же участникам, тоже Александром, скопирован якорь И все, ты его цепляешь за грунт, за камень, за ветку, за корень, за что угодно А просто руками подойти, перевернуть, поставить на колеса, это все Это будет уже 15 минут штрафного времени к прохождению спецучастка Ой-ой, так, у вас вот фара загорелась Да Посмотрите, чтобы ДТП не было Тут у нас на столе Вот, и все, и, соответственно, ты закрепил Дальше поджимаешь кнопочку Лебедка начинает работать в сторону скручивания троса И все, тем самым она дает натяжение и вытягивает модель А если лежит на крыше, на боку? Тогда уже придумываешь, как будешь либо через там мост, вот он там лежит, например, на крыше, да Через мост там перевел через низ, и все, и начинаешь тянуть И если лебедка тянет хорошо, значит, она модель на колеса будет в силах поставить Потому что у вас реально якорь холла, да, прямо? Похоже, размотайся чуть-чуть Так Давай тебя Давай-давай-давай Ну, вот кто смотрит сейчас, друзья мои Имитируем, как будто бы вот этот вот Ниссан, он где-то там у нас застрял, выехать там сам не может Подъезжает машина другого участника, да? Спасатель Спасатель, так скажем Техничка Техничка, да Вот, и давай, сворачивайся Так, ну я тогда буду его держать, если мы тянем условно тебя А я же без аккумулятора, она поедет сама То есть, и вот это вот таким вот способом начинает вытягиваться Модель, например, выехала, да, либо она встала на колеса Участник останавливает лебедку Снимает, да, со скоб якорь, цепляет его куда-то обратно на модель Все, техничка уехала Да, техничка уехала, участник поехал дальше Слушайте, ну здесь же, наверное, очень много всего должно быть на пульте Потому что тут у нас есть передний привод, задний привод, руление Наверное, может быть, свет какой-то надо иногда включать, я не знаю, там что-то Это же... Расскажи про пульту, что это пистолетного типа, курок Ну, то есть, Владислав Аппаратура пистолетного типа Так Ну, в принципе, не знаю, с автомобилями она обычно всегда такая То есть, есть... Как это, назовем его, курок, крючок Курок, да Курок С какой силой мы его нажимаем, с такой скоростью движется модель Да, соответственно, в одну сторону нажали, в одну сторону Назад Нажимаем, поедет назад С рулем тоже все просто Колесо, ну, насколько повернули Так же, как с рулем, насколько повернули руль, настолько поворачиваются колеса Ну, это пропорциональное управление Понятно, а, например, если нужно, там, машины лифтованные, может быть, они с регулируемой подвеской Существует в интернет-магазинах по всему миру кучу вариантов подвесок для 10-го масштаба И пневмоподвеска, как и в настоящей жизни существует Стоит маленький, там, компрессор Четыре стойки пневматических Трубки разведены И, пожалуйста, подъехал, кнопку нажал, модель сдулась и лежит, ну, образно, там, на пузе Да, сейчас Влад сделает короткую демонстрацию То есть, что, вот Это категория модели, которая является, скажем так, чисто спортивной Она не совсем копийна к моделям и к автомобилям, которые в масштабе один к одному существуют Но, скажем так, при правильной настройке она пытается победить некоторые законы физики Это какой-то эндуро автомобильный, прямо, да? Да, да Какой-то такой оффроуд Название у него, как правило, это краулер Вот, его задача, там, въехать в отвесные стены Въехать под экстремальным боковым уклоном, да, когда экстремальный угол Там, я не знаю, также при экстремальных углах спуска, чтобы не зацепиться, там, передним бампером С точки зрения вот этого, назовем его спортом Вот эта категория, она очень интересна Когда там есть достаточное количество участников на таких же подготовленных моделях Прям потеют ладошки в момент прохождения спецучастка И работаешь на секунды Просто на секунды Вот Категория вот этой Конкретно этой модели, это категория К3 Это категория портального моста А, это у тебя К2, извини, извини Категория прямого моста Так же, как в настоящей жизни существует прямой мост, существует портальный мост Когда у нас привод на колесо Здесь он у нас из моста, привод вышел сразу же напрямую в колесо Портальный мост, когда у нас привод через портальную передачу Он выходит чуть ниже Привод тут, колесо будет закреплено ниже То есть в смысле дифференциала нет или что? Нет, есть дифференциал Колесо крепится ниже Относительно оси привода Тем самым мы поднимаем орех от земли Понял, все, понял Увеличиваем, скажем так, клиренс Редуктор Как у трактора Слушай, сколько стоит эта машина? Ну, грубо Грубо 50 Долларов Если бы долларов Это штучный товар, это вообще вот прямо руками только, да? Или можно где-то кто-то сидит, какой-то дядечка Который делает такие машины очень дорогие Или как? Можно, но они и готовые продаются Ну, как правило, каждый там вот Под себя что-то делает Хочу это, хочу то, хочу базу покороче Хочу резину другую, хочу мотор другой Ну, тут Не знаю, нет предела совершенства А к чему все стремятся в основном? Вот что-то такое То, что может заползать куда угодно Или ближе, как вот у Евгения Уже, ну, ближе, что ли, к оригинальному автомобилю Не особо выдающий Ну, видно, что оффроуд Ну, не такой, как прямо, как вот у Владислава То есть, как бы ближе, похоже на утилитарный, обычный автомобиль Или как? Что ценится? Здесь от человека зависит Здесь есть те, например, у нас Кто в нашем сообществе присутствует Но они, например, не участвуют в соревнованиях Им неинтересно Им Надо куда-то вот там По лесу, по тропинке ехать И не соревноваться Они не приезжают к нам на камни Они там Не лезут в грязь Ну, вот Так, они вот просто хотят, чтобы было красиво Есть те, кто Делает модели, строит И Вообще никак не участвует в этом То есть, сделал и продал Потому что ему нравится делать Ну, даже управлять ему не очень-то интересно А вот вы говорите, разные люди Это прямо даже видно Вот у вас машина темного цвета И футболка темного цвета А Евгений у него красная машина И рубашка красная Смотрите, прямо Прямо какое-то прослеживается Такое Хотя ваша вторая машина Вот там вообще без локон, без дверей Это Соответственно, вот Как сказали ранее Это у нас модель Скажем так Спортивного Спортивной категории На прямом мосту Вот эта модель Эта модель исключительно для души Потому что физически Ее можно подготовить Под участие в категории К1 Это будет категория Модели Которая является копейной Но у него должны быть колеса До 110 мм в диаметре Когда на эту модель Встает колесо До 110 диаметра Она становится бестолковой Слишком низкая к земле Везде застревает Ну и выглядит, скажем так Не так антуражно А вот эта вот модель Это уже чисто готовый вариант В категорию К1 Такие же колеса по размеру Не-не-не-не Здесь 120 мм Здесь 108 мм колесо Поменьше немножко Да И вот это Это кузов Тойоты Фораннера Который Которому просто отпилили Скажем так Переднюю часть Да Морду Отпилили телевизор Сделали скажем так Небольшое такое Подкапотное пространство Машина такая Постапокалипсиса Скажем так Да Вот Убрали двери Оставили Вот эти вот Небольшие каркасы Порталы Кто как хочет их Собственно говоря Называет А это тоже важная вещь Это должно быть Это как-то Да По регламенту В категории копий К1 и К0 Обязательно должны быть салоны Должны быть двери Должны быть пилоты Модель должна повторять Автомобиль В масштабе Один к одному То есть не может быть Там придуманный Нами с вами Какого-то там автомобиля О Внедорожник Он будет полноприводным Но к сожалению нет Это должно быть Тойоты Ниссаны Сузуки Джимники И всякие маленькие Вот такие вот бывали А вы говорите Для души Это когда вот уже Все уже Жена достала Уже дети орут Все Вы закрываетесь в ванной И преодолеваете там Что значит для души Жена катается со мной Вот моя жена Она в этом же хобби Так же с головой Как и я Для души это значит В какой-нибудь выходной день Мы ребятами В нашем общем чате Договариваемся О времени Какой-то покатушки Не то чтобы бесцельной Ну то есть Не на камне ехать Там под 90 градусов Карабкаться А просто погулять По лесу И тогда Выкатываешь Уже Модель Которая Скажем Будет застревать Но она будет ехать Очень копийно Отрабатывать подвесочка Как на настоящей машине Большая Всем нравится Ну не всем Но многим нравится И ты управляя ей Так же кайфуешь Организаторы Клуба Формула Трофи Санкт-Петербург В студии нашей радиостанции И мы сегодня говорим Об этом удивительном Совершенно увлечении Микро или мини Автомобилями Вот я не знаю Как правильно Радиомоделирование Да, окей, да, хорошо На столе у нас Прямо напротив меня Стоит без кузова Только шасси автомобиля С двигателем электрическим Красиво так Все сделано у вас Слушайте Прямо впечатляющее Действительно такое Дело Ну видно что это наверное Ну штучный товар уж точно совершенно Или продаются какие-то киты Можно собирать что-то Конкретно вот эта модель И рама Собственно говоря Как и кузов Это китовый комплект То есть покупается В комплекте Кита идет рама Идут мосты Идут рессоры Идут карданы Карданные валы Идет кузов Все что уже идет дальше Мотор соответственно С раздаткой тоже идут в комплекте В ките Остальное Мотор Серво на руль Копийная лебедка Которая также является рабочей Это уже все покупается отдельно По желанию Там скажем Ну хозяина Пилота Да кто А все по взрослому Заведено на один и тот же двигатель Просто через разные там Червячные передачи Это или бед Или это разные модули Это абсолютно разные Поведай Владимир Чтобы не только я говорил Владислав Присоединяйтесь Да Разные Ну вот здесь Наверное видно будет Может быть Будем надеяться Да Почему? Мы повернем камеру Не беспокойтесь Ага Вот это нам нужно То есть здесь мотор Вот который управляет Движением автомобиля А лебедка Она установлена Вот здесь Вот ее барабан И отдельный двигатель Да Свой да Мотор Все понятно Это все понятно Слушайте А как все таки Достигается схожесть С оригинальным С большим автомобилем Когда все таки Масса маленькая То есть подбираются Пружины Амортизаторы Все в соответствии Все в пропорции И оно действительно Оно и едет Похоже я смотрю Да Прямо как большая машина Вполне По амортизаторам Чтобы добиться Например копийной езды Как настоящий Да автомобиль В зависимости от типа Подвески То есть рессорная Либо пружинная Классическая Вот как на этой Да модели И на Nissan В том числе Подбирается Вязкость масла Угу Вязкость масла Подбирается В зависимости от Веса кузова От общего веса модели От того Какого эффекта Хочешь достичь Чтобы более плавно Ехала модель Либо наоборот Более жестче Это Вязкость масла Пружины Жесткость пружин Зависит тоже Не знаю Жесткость Количество листов Рессор Например Тоже имеет Большую роль А есть у вас Какие-то гуру Какие-то Прямо чемпионы Какой-нибудь Там прямо Самый крутой В России Вот такой вот Пилот Который весь в медалях И прямо Вот вы им гордитесь Это Владислав Да? Сложно сказать Для меня был Это именно он И вот даже Этой весной Пока я не начал Заезжать на Призовые Скажем так Места Я Влада выдергивал И просил По выходным дням Поехать со мной С одним покатать И научить То есть Вот гуру У меня собственно Говорят По левую руку То есть Владислав Говорит Да не поеду я Вы говорите 10 евро в минуту У нас не так Это работает Ну не важно То есть каким-то образом Завлекли его И вот вы едете Неправильно Владислав Говорит Все стоп Все Ты считаешь Что ты опрокинулся Ты все проиграл Значит надо Здесь было помедленнее Вот здесь как раз Лучше повернуть Руля туда-сюда Но как-то вот Прямо как инструктор Настоящий Да? Да Владислав берет Аппаратуру в руке Так И заезжает Моей модели Ага Моей Я говорю У меня не получается Вот ну хоть что-то сделать Мне не выходит А потом Владислав Снимает Давай Сверху модельку Ставит опять на место старта Дает вам пульт И вы опять Не можете Да? Да И зачастую Второго раза я понимал Как это делать Слушайте Ну здесь прямо Вот что впечатляет Заезд на совсем Маленьких оборотах Прямо по чуть-чуть Колесо Раз-раз-раз Вот забираясь На препятствия И покрышки у вас С такими Прямо оффроудными Зацепом Да Прямо Прямо впечатляющая вещь Ладно Хорошо А есть у вас Какой-то Такой чемпионат Который по всей Руси И вот Самое почетное Его выиграть Все стремятся Стать победителями Него Какая-нибудь там Егора Драйв Приезжаете И там Проходит это дело В Москве, например Есть что-нибудь похожее? Есть У нас нет Общего Такого Чтобы взяли И собрались все Но мы Ездим К друг другу В гости Ага К1 Каждый из участников Ехал в трех категориях То есть У каждого было По три модели На участие Тогда расскажите Что это за категории Например Ноль Что это? Вот К3 Вот мы на нее смотрим Ой Ну Точно так же Будет выглядеть И К3 Только То есть это Супер заряженная машина Вот так скажем Самая максимальная Мы их называем Корчами То есть это корч Так К1 Это собственно говоря Вот То что выглядит Как настоящее Но тоже Очень сильно Доработано Если спроецировать Это на настоящую жизнь То это По регламенту И по его идее Это должна быть модель Которая Соответствует Один к одному И продолжает Все таки Являться Имеет на себе тюнинг Но так же Остается легальный На дорогах Допускается к езде Да Я понял А К0 Это вот прям Копия-копия То есть мы имеем Тойоту 4Runner Которая выпустилась С завода По регламенту Запрещено Срезать И вот так вот Да Усовершенствовать Как это у меня Например сделано На модели Оно должно выглядеть Как с завода Должны быть двери Не должно быть Каких-то Жестких улучшений Заведомо В виде больших колес То есть В категории К0 Колесо Должно быть До 100 мм Слушайте Ну должны же быть Какие-то Наверное Какой-то Определенный набор Но если Идти вот совсем Один к одному Ну это что Пепельницу ставит Это кондиционер Там стереосистема Внутри Что музыка Игра Ну до такого Можно ждать Все Делается абсолютно все Пепельница Открывается бардачок В бардачке Лежат газеты Карты дорожные Которые Также являются Ну тактильными Это будет на 3D принтере Распечатано Да Выглядит как Сложенная например Газетка Берешь в руку А она вот прям Даже буквки Можешь так рукой потрогать В чем здесь В чем здесь секрет В чем Что так привлекает Что тут Вот эта филигранность Руками Сделать что-то Или не в этом дело А как бы Показывает что Вы очень богатый человек Например Распозволили себе такое В чем здесь Секрет Что привлекает Что заставляет людей Вот этим увлекаться Я в детстве не наигрался Я 100% Я в детстве делал сам Ну как-то не знаю То ли не привозили к нам В Карелию Не было такого Что-то мне хотелось Чтобы оно ездило само Я из всяких Там Плееров Конструкторов Каких-то Там Разобранных Переразобранных Машин То есть я делал сам Делал сам У меня модель Небольшая Она ездила Вперед Назад Поворачивала Туда-сюда Там Стоял Кран Сверху Электромагнит Я Сделал на нем свет Причем свет стоял С диодами Полупроводниковыми Которые Она едет вперед Лампочки спереди Загорают Спереди Назад Назад Причем это еще были Не диоды Это были накаливания Лампочки Вот от фонариков Обычные Играл я как Я закидывал болты Под кровать И туда Заезжал Этим электромагнитом Собирал Но Не было батареек Не было батареек Поэтому на длинном проводе Не было батареек Не было радиоуправления У меня пульт выглядел То есть от него Такой смизинец Ворох к машине проводов Чтобы все это управлялось И от этого пульта Еще до розетки До двух Два отдельных блока Это вам было 10 лет? Ну там Плюс-минус 10 12 15 Вот почему вы чемпион Да И два Два блока в розетку Потому что Ну как бы Один на управление Второй на электромагнит Потому что Когда сделал с одного То есть Как только начинает работать Электромагнит Остальное уже не едет Потому что Ну вот То есть как бы Груз подцепил А вывести никак Да И наоборот Слушайте А есть где-то Не знаю Магазины Может быть в Америке Не знаю В Корее Где заходишь И вот этого всего Прямо вот сколько хочешь Безумное количество Этих магазинов А у нас в России? Именно чтобы Купить модель Вот Ну Китовую Какую-то Да Да Есть Ценник естественно Будет Сильно Не сильно радовать Так скажем Нового Новобранца Да Который хочет залететь В это хобби По запчастям Вот конкретно Вот этот Да Экземпляр Он в данный момент Со сломанным Передним мостом Находится Вроде цена вопроса Там 5000 рублей Купить два передних Привода Вот жду второй месяц Когда приедут С Америки Все едет Там С Америки В Армению Из Армении Это приедет Уже сюда В Петербург Ну вот Как-то так И все что у нас Покупается Именно вот Для спорт категорий Когда она Требует Оригинальности От производителя Все стоит Ну скажем так Не то чтобы не гуманно В целом-то и гуманно Если этим грамотно управлять Скажу так Слушайте Вот для участия в соревнованиях Скажем Для того чтобы забраться Там на какой-нибудь Отвесный Там обрыв Да Вот как вот мы видели На фестивале Вы это делали И Можно же как-то Настроить машину Именно под Вот этот конкретный подъем И сделать так Чтобы она Вроде бы внешне Была такая же Как и конкуренты Но внутри Скажем особой мощности Двигатель например Или еще что-то Особой мощности И есть ли люди Которые следят за тем Чтобы вот не было Таких технических Что ли Ну преимуществ Ненужных Как-то чтобы соблюдалась Унификация Некая Это то о чем у нас Немножечко ранее Вот Затрагивали слово Регламент В регламенте Прописываются Технические требования К модели В каждом классе По мощности есть Там По мощности Моделей Нет Вот Влад Говорил по поводу Диаметра колес Регламентирован бампер Его положение Относительно Рамы Кузова И колеса Это почему Вот на этом акцент Чтобы забираться Чтобы подъехать И на вертикальную стенку Начать ехать Да Наоборот Чтобы не начать ехать Чтобы все были В равных условиях Модель подъезжает К препятствию Чтобы она с ним Сначала встречалась Бампером А не колесами Это такое Важный нюанс Да Тут начинаешь Просто думать Немножко головой И например Не в лоб Не в перпендикуляре Заезжать На препятствие Берешь с какого-то угла Выставляешься Заставляет думать Чем интересно Это хобби Когда ты еще Цепляешь кусочек спорта В виде соревнований Что не просто Ты купил Что-то красивое Вставил батарейку И нажал газ И поехал Как это дети Например делают Когда первый раз Кто-то получает В руку пульт Попробовать Всегда думает голова И думаешь С технической же точки зрения С точки зрения Физики немножечко А как оно должно ехать А почему упало А раз упало Значит Можно где-то что-то Либо неправильно взял траекторию А если правильно взял Наверное Где-то модель Не допилена Можно подопилить Чуть-чуть Чтобы оно все-таки Поехало Слушайте А помогает умение Водить большой внедорожник Вот у вас большой внедорожник Вы на нем Иногда пробовали Там заехать Ну куда-нибудь На банкомат На какой-нибудь На шлагбаум Никогда Прицеп Вот этот На Ниссане Баловался Возить прицеп И в настоящей жизни Я очень много езжу С прицепом С достаточно длинным Вот за Легковой Да машиной Да мне это помогло То есть Люди же Надо же подумать Когда едешь назад Руль вправо Прицеп влево И наоборот То здесь у меня Ну вот Я его повесил И пожалуйста Запарковался там Параллельно Хоть как Хоть в гараж завез Владислав А вам Управление собственным автомобилем Помогает Рекорды ставить Да Это другое Но Тем не менее Все-таки Ну я не говорю про знания ПДД Наверное Это вот как раз Вообще не обязательно А какие-то вот штуки Связанные с Ну с объездом препятствий Да Ну понимание вообще Как автомобиль себя ведет Да помогает конечно Все-таки Есть к чему-то Вы стремитесь Кем можно стать В нашей России В данный момент Чемпионом чего Какую медаль Должно на вас Повесить правительство России Как на Самого Самого крутого Как это У вас тут правильно сказать Формула трофия Человека Мы наверное Сейчас с Владом Передадим Привет большой Нашим ребятам С Москвы А именно клубу МСГ Ага Вы там не расслабляйтесь Пацаны Мы же приедем На будущий-то год И тумба-то будет нашей Да Наверное Ну у нас просто Больше возможностей В Петербурге Есть еще дикие места Там тоже Все же Собянин Все Плиткой выложил Там негде тренироваться А у нас вон Сколько хочешь еще Под городом Да Что называется В гостях у нас Евгений и Владислав Владислав Все хорошо? Да Отлично Давайте мы Продолжим Во-первых Попытку ознакомиться С этим удивительным Хобби С этим удивительным Занятием Можно ли Продлить Так сказать Ряд Вот этих Технических моделек На какие-то Другие виды транспорта То есть Какие-то люди Которые Совершенно Сходят с ума По моделированию Скажем Самолетов Или по моделированию Маленьких яхт Кораблей Там Крейсеров Броненосцев Или по моделированию Там Чего угодно Наверное Вот все то Что такое Как в вашем случае В 10 раз меньше Да 1 к 10 Наверное же Много направлений Всяких разных В этом году У нас В июне По-моему Месяце Был Елагин слет На Елагином острове Это был Общегородской Слет моделистов Всех классов Всех категорий Это были Модели автомобилей Вот там Внедорожники Грузовики Вот как вы себе Его представляете Будет там Скани ехать Стралом На который будет стоять Экскаватор У которого будет работать Ковш Рядом будет ехать Самосвал Ну вот Колоссально Это было очень круто Когда мы видели Я лично это видел В первый раз Были самолеты Были вертолеты Были квадрокоптеры Были FPV-дроны Выстраивались огромные ворота И ребят в очках Как эти Как комарики Только успевали Там за ними смотреть Были корабли Ну наверное Ну наверное была Железная дорога Это единственное Что из детства Такое вроде как За нами А ее и не было Наверное Да Ну паровозики Там трамвайчики Железные Железные дороги Гранд макет Гранд макет Специально подготовленная Кузова Когда кто-то Где-то Кузова Слушайте Все время Подмывает Спросите Мне кажется Такая возможность Зарубиться на деньги С кем-то Ну вот Мне кажется Вот она такая Прямо на поверхности Лежит Что Там два Каких-нибудь Дорогих Таких состоятельных Коллекционера Просто вот Хотят помериться У кого круче И оба такие Амбициозные Там 50 Там Тысяч Ставлю Я тебя сделаю Там Есть что-то такое Или это секрет Нет Соревнования Наши Вот Где Влад Собственно говоря Там это и происходит Да То есть какие-то ставки Взносы У нас С каждого участника За участвующую модель Берется Денежный взнос В организаторы То есть мы его Собираем Часть взносов У нас уходит На организаторские Расходы В виде там Аренды Там Помещений Палаток Чего-то еще Все остальное Делится между Победителями Первого, второго, третьего места Ну вот И соответственно Это и стимулирует Ну тех участников Которые хотят Которым очень важен Спортивный азарт И они стараются Подготовить модель Под это Соревнование Конечно да Получаешь Относительный Ведь все-таки Спорт Мне кажется Что здесь можно быть И Молодым человеком С прекрасной фигурой С мускулатурой И так далее А можно быть вообще Толстым, отвратительным Пьющим пиво И сардельки Но трезвым сегодня И тоже не хуже проехать Потому что ты же не сам едешь Да То есть вот физические Твои данные Они по стоку-поскоку Если чистый мозг Хорошая у тебя там Ну я не знаю Тактика в голове Там стратегия То наверное Или что-то Или как-то Смотря Смотря где То есть если трасса такая Где можно Стоять И все Видеть Где едешь Это дело одно А если это Какие-то Камни, горы Вот как например Было сейчас на острове То там помимо Продвижения модели Еще нужно самому Еще самому По камням скакать Ага И что москвичи Прямо вот Прямо побрили Лужайку Сделали там Как-то Расскажите Это был МСГ фест Тоже это был Конец июня Скажем так Это общий чемпионат Который собирал Ребят со всей страны У нас приезжали ребята В самый дальний город Наверное Который я запомнил Это была Тюмень Там приезжал отец с сыном На машине Ради двух дней участия Они в пятницу приехали В воскресенье Всех победили и уехали Нет Москвичи они у нас Ребят Бравые Они прям К этому относятся Прям По серьезному Как к спорту В выходные дни Они делают не экспедиции Как мы Чтоб чуть потренеть И чуть получить удовольствие Они прям вот Ездят Тренят Кто-то Через день Но стабильно Там каждые выходные И мы Туда собственно говоря Поехали питерской толпой Нас было сколько Влад Человек 11 наверное А я не всех застал Я приехал на второй день Да Наверное человек 11 Мы собрались Сели в машину Залезли на М11 И съехали Проходило все в Химках Организаторы московские Сняли часть квадротрека Побрили лужайку Поставили лагерь Шатры Было электричество Телевизор там с результатами Они Расставили столы И регистрировали участников Собственно Вот наклеечка На моделях присутствует Это участвовало в соревнованиях В том числе А этот участвовал в выставке И то есть Это было приложение При зрительских образах Симпатий Но суть в том Что это была вся страна Была Абсолютная Разница В возрастных категориях Там и 50 с копейкой Кому-то там было лет Наверное и 60 И дядьки прям с азартом В глазах Просто таким ажиотажем Они это строят Про это рассказывают Дома после работы сидят Раскрашивают там Эти аптечки И огнетушители Кто-то это печатает На 3D принтерах На смоляных принтерах Вы катаете Болтаете Жарите шашлык Приезжали ребят В Беларуси То есть никаких наркотиков Никакого алкоголя Ничего Не-не-не То есть прямо вот Такое позитивное Да После мероприятия После ивента Пожалуйста Кто хотел Тот там Поставался посидеть Уже там Скажем по взрослому Дети участвуют Девушки Женщины участвуют В соревнованиях И вот это А вы говорили Прошу прощения Что штурманом Еще можно там как-то быть Да Но Ну вы же Не внутри сидите Штурману Вот Очень часто так бывает Пилот Нервничает По неопытности Например Да Но вот это же Приходит как бы С опытом Именно управления То есть Ну вот Где-то там Газ не бросить Там где-то Там не знаю Сентрак вовремя Подложить Где-то лебедку Использовать То есть Часто бывает так Что Участник Подъезжает к препятствию С ним борется А делает это неправильно И вы как штурман говорите Правее бери Правее И вот нужен Нужен человек Который без аппаратуры Да Который не управляет Но ему все видно Он понимает Что нужно делать И который может подсказать И вот На фестивале Как раз Мы это и Не знаю Проверили Удостоверились В этом Что штурман Это хорошо Потому что А это можно вообще По регламентам Соревнований Да Но вот у нас По нашему регламенту Участникам Соревнований Регулярных Запрещено быть штурманами То есть Если кто-то из участников Хочет с собой Привезти штурмана Это должен быть Какой-то посторонний человек Который Не принимает Участие в нашем Как пилот Да Вот Когда мы были В Москве На фестивале Там Такого не было То есть Там Разрешали Штурманов Брать И пилотов Вот Но по-моему Они в этом году Решили уже От этого отказаться Что я читал Вот Потому что Получается Как Я проезжаю На своем Занимаю Одиннаде место Из Из Ста Ну Из шестидесяти девяти Вот в этой категории Ага Ну Семьдесят считаете Да Грубо Там Из семидесяти Заезжаю На одиннаде Вот И потом Женина Жена Настя Просит Говорит А будешь у меня штурманом Говорит Да Пойдем Вот Мы приходим Я трассу уже проехал То есть Я понимаю Где я ошибся Что я сделал Не так И я Своими Подсказками То есть Я говорю Куда надо ехать Там Где левее Где правее Говорю Где остановиться То есть Штурман Опять же Если Но это же Ее машина Не ваша Да Это ее модель Это ее модель Она едет Вы к ней не привыкли Или как Она едет сама Но плюс еще в чем Что она не тратит время То есть Если я как пилот С аппаратурой Мне надо Допустим Ну вот я их управляю Мне Мне допустим Надо Вот Там Использовать Сантраки Да Куда-то там Чтобы заехать Положить И поехать в горку То есть Это мне надо К модели подойти Аппаратуру положить Ну если она там Не висит на шее Это время занимает Зажите А разве можно Использовать еще Дополнительные средства Заезда Да А что же вы молчали Уже эфир заканчивается Ну только колеса Нет Лебедку мы вам рассказали И второе средство Это вот пожалуйста Сантрак Больше нет Еще можно запасное колесо С собой возить А ну да И запаску класть В качестве Также помогателя К заезду Вот И вот эти Все вещи Ну то есть Получается Пилот Стоит с аппаратурой Штурман Достает сантраки Убирает сантраки Разматывает лебедку Находится рядом с моделью Вот И под этими действиями Штурмана Я ее Загнал на седьмое место Вот А она Ну в соревнованиях Какой это был Первый, второй раз Она участвовала Второе Это были да Ее вторые соревнования Причем Когда были первые соревнования Девочка заехала Ну собственно говоря Сразу же на призовое место Участвуя в первых соревнованиях Модели строю я Дома у нас А выигрывает она А катает Да Катает собственно говоря Супруга И заезжает Заезжает На призовое место Краткое описание жизни В России Да Вот только что Прозвучало Друзья мои Ну давайте потихонечку Будем закругляться Тогда наверное Да Давайте еще раз Пару слов о вашем форуме Клубе Где что как Вот кто заинтересовался Как найти вас И так далее У нас есть группа Вконтакте Есть чат в телеграме Который внутри города Санкт-Петербурга Есть чат в телеграме Который там скажем Охватывает большую часть По какому поисковому Вот как набрать Запрос в Яндексе Ну что набрать Модельки Что Какие слова РСи Трофи СПБ Ну вот представляете Что вы сейчас говорите Сейчас люди пытаются записать Да РСи Трофи Триал То есть Можно так написать В Яндексе Я думаю Что какая-то Какая-то из первых ссылок Будет ссылка На наш клуб В Питере Вот Мы добавим В описании Из-за того что Комьюнити не очень большое Естественно Как-то мы это Супер сильно не пиарим Вот А так Заходят Пишут Мы добавляем Регулярно проверяем Чат нашего Группы ВКонтакте Добавляем Уже в чат Где Более близкое Скажем так Да Общение идет И на технические темы И на отвлеченные И все И пожалуйста Будем И поможем мы С выбором модели Чтобы не напокупать Лишнего Как это было лично у меня Напокупал Ой Я сметал все В прошлом году Надо Не надо Все было куплено До сих пор Что-то Не продано И лежит А так Если кто-то готов С холодной головой Зайти То можно Сразу И купить Первую модель Которая будет А есть какие-то опасности В этом увлечении Например Там проиграл И так расстроился Что микроинфаркт Например Или попал в ДТП И так расстроился Что прямо У самого ноги заболели Ребро сломал Я фантазирую сейчас Ну Просто Получается Так Благо мы это миновали Но я когда проигрывал Я очень расстраивался Прям вот Мега сильно В этот раз Когда мы были на острове Я в одной из категорий По глупости Просто перевернулся Я обиделся И не стал сидеть со всеми И ушел просто спать в палату Понимаешь Что я слишком нервничаю Ну Будем считать Ответ нет Да Никакого вреда здоровью Максимум кошельку А здоровье Да Больше пользы Много времени На открытом воздухе В компании адекватных людей Я думал наоборот Много времени В тесной комнате Клей ПВА Все это пахнет этим Паяльник Нет Тоже нездоровый образ жизни Кому что больше нравится Кто-то хочет погулять Кто-то хочет поклеить Окей Друзья мои Ну все равно Мы не могли бы все успеть Это невозможно Большой привет Всем кто смотрел Всем сочувствующим И вам спасибо Что приехали Евгений и Владислав Были у нас сегодня в студии Спасибо вам друзья Спасибо вам До новых встреч Надеюсь Счастливо Спасибо что позвали Всех благ Спасибо Спасибо Моторадио представляет Редактор субтитров А.Семкин